здравствуйте дорогие друзья рад вас вновь приветствовать на своем канале о чем пойдет сейчас речь ну вы наверно уже догадаетесь из названия видеоролика хотя я еще название ему не придумал как его назову я еще не знаю но конечно пойдет о музыкальных инструментах речь это баян одна штука аккордеон один штука просто вчера представляете вчера вечером звонок поздновато так уже а у меня и причем номер телефона подписан просто улица номер дома оказывается я когда-то на год назад этой женщине освещал дом вот она звонит и я поднимаю трубку краткую предисторию до такой вам будет интересно вот до меня дошли о вас такие слухи там какие там слухи бы мне дошли что вы собираете коррекционируйте музыкальные инструменты я смотря какие она говорит у меня есть баян от покойного мужа остался и аккордеон просто я не знала что вы и орда потихоньку помаленьку играя на баяне на граммушке на кардионе нет но может кому-то пригодится там при это я написала группу нашу городскую купи-продай что просто отдам бесплатно но никто говорит даже не позвонил не откликнулся я если вы готовы дать орда заберите чем лежат мне шкафу и вот я сегодня же управишься своими делами поехал и забрал эти два баяна баян один штука и аккордеон тоже один давайте начнем с баян баян украина он конечно старичок еще тот решетка такая плосером состоянии ну и надо ровнять полировать такое не знаю буду ли это делать мне нравится клавкиевский киевский соунархоз украина мусс мусс фабрика житомер а фабрика в житомер но киевский со вот я вам сейчас покажу и вы поставите паузу вот такая лейба красивая вот я не знаю это очень такой удобная регулировка ремня я не знаю буду я давать жизнь эту баяну или нет потому что ну как говорится знаете такое понятие шкур кавычники не стоит он долго стоял и бедать для меня на нем играли очень-очень и здорово потому что ремни тут затертые до ужаса и уже на по пересыхали как бы тут на басах много кнопок залипает вы знаете что-то можно спиликнуть звук похож на вот старый ростов-дон кто смотрел мой канал да вот вы видели там вы знаете О, налико, и все, о, вышло. Там есть голоса, которые, что такое уме попадать? Есть голоса отвалившиеся. Ну вот, как они иммиграли. Он, с розливом такой. Одной кнопки не хватает. Вот бас, там, где она есть, нормальный. Половина заедает от цепно-аккордового ряда. И все, это выходит потихоньку. В общем, не знаю, голоса там отвалившиеся. Мех в очень плачевном состоянии, но не видно. Вот сзади вообще, он грязнечий такой. То есть, там залипший. А там, на камеру еще не передает. Лидерин весь дырявый. Вот снизу очень проломатый мех этот. В общем, тут все поклеено. Мышки дырявые тут. Не знаю, в общем. Я думаю, нет смысла его восстановить. Абсолютно нет смысла. Потому что он далеко не будет стоить тех денег, в которых... Вот на запчасти, да, там три буквы сохранил. Здесь все разные. Ну вот, меня вот это лейбл прикалывает. Вот, а там, ну, такое. Так, дальше. Берем аккордеон. Ну, тут немножко состояние и у нас получше. Смотрите, аккордеон смена. Никогда такого не видел, не встречал. И о нем ничего не слышал. Оно, я чуть-чуть камера такой пущу, чтобы больше инструмент было видно. Значит, погуглил. Тоже гугл мне ничего не выдал. Так что, дорогие друзья, может кто-то знает, где выпускались эти аккордеоны. Так, как он тут? Все перепутано. Ну, видно, на аккордеоне играли, но не так интенсивно. Здесь они не очень так потертые. Ну, видно, проушина здесь немножко есть. Но так он по корпусу, вот, без царапин каких-то. Вот, и я, я его сегодня вскрыл. Но я его не умывал, не причесывал. Ну, то есть, пыль в нем куча. И снаружи, сверху я его не вытирал даже. Просто снял. Я, мне интересно было, найду ли я где-то там бумажечку, кто его выпускал. Судя по состоянию этих гвоздочков и внутри как бы состояние резонаторов. До меня его, наверное, никто не открывал. Резонаторы все четненько, все ровненько. Там нумерованы они. Но я снял крышку. Думал, найду там надпись, где выпускался. Нет, ничего нет. Снял полукорпус, нет. Под этой крышкой нет. Единственное, тут еле открутил, они заржавели винтики, поэтому сразу поставил новые. Что я буду с ним делать, я даже не знаю. У меня в ТикТоке одна женщина заходила на эфир, она говорит, я училась играть на аккордеоне, играю, но, к сожалению, я сейчас бы поиграл, но не имею инструмента. Я ей сказал, если у меня появится что-то, то я могу ей подарить. Он, конечно, играбельный, на нем играть можно. Если это там профессиональный, он тактуал еще ходит вот такие, вот раз, и тут они тактуал выходят, он застегивается, на грифе, как у немецких. И снизу та же история. Знаете, играть на нем можно, но, конечно, если для профессионального аккордеониста, то нужно, наверное, подстроить. Ну, хотя, вот я режим Тутти включил, когда все голоса там играют. Профессиональный аккордеониста, Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok